Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, переходите по ссылке в описании на мой канал. Там я и каждую неделю выпускаю новые интересные видео, как зарабатывает метатрейдер и как пользоваться сигналами по моей стратегии. Досмотрите видео до конца. В конце обсудим, какие экономические события на этой неделе. А их очень много, кстати говоря. Неделька горячая. Вот, обсудим, как на них можно заработать, на каких экономических событиях можно заработать. Ну, сейчас посмотрим торговый терминал. Значит, евро, доллар. Здесь наблюдают два уровня сопротивления интересных. Вот по H1 мы видим в районе цены 1.1339 можно будет ставить отложенные ордера на продажу. И на M30 более краткосрочный сигнал. В районе цены пока что 1.1302 тоже можем ставить на продажу. По евро-фунту перерисовал я уровень Fibonacci для новых целей. Сейчас цена движется вниз. В районе 61.8 уровня, примерно в районе 0.8465 можем ставить ордер на покупку. А также от уровня сопротивления в районе цены 0.8595 можно будет ставить ордер на продажу. Я отметил здесь с бирюзовыми квадратами вот уровень этот сопротивления. Он основан на этих двух максимумах. Канадец Франк отработал в плюс на прошлой неделе. Пока больше сигналов новых не даем. По дашкоину тоже ждем. Пока что в работе сигнал. Но, как говорится, лучше синиться в руке, чем журавль в небе. Поэтому ждем хорошего сигнала, дойдем и обязательно отработаем. По доллару и иене прямо сейчас уже отработал сигнал. К сожалению, я не успел вам его дать. Вот прям, как мы видим, от уровня сопротивления идеально просто отбился. Но у нас есть еще один уровень сопротивления. Вот наш один, видно эту линию. В районе цены 113.93 можно будет отложенный ордер на продажу поставить. Австралиец, канадец. Также приближаемся к зеркальному уровню сопротивления. Но есть небольшая коррекция уже перед ним. То есть это ослабляет немножко сигнал. О том, какие вообще факторы ослабляют сигналы, чтобы отфильтровывать ненужные сигналы. Я, конечно, рассказываю на обучении на своем. Но здесь пользуйтесь хотя бы такими сигналами. Сейчас сразу говорю, что это ослабляет. Но, тем не менее, объемом в два раза меньше, чем обычного торгуя. Тим можно здесь зайти в районе цены 0.91.45 и на это тоже заработать. Швейцарский франк и японская иена. Вот на М30 краткосрочные сделочки наблюдаются. Вот уровень поддержки мы здесь видим. В районе 122.560 можно будет ордер на покупку поставить. Австралиец, НЗД. Также видим зеркальную линию поддержки. До сих пор в работе у нас продолжаем наблюдать. 1.04.85. Вставим, ждем. Обязательно будем отработать в плюс. Теперь давайте посмотрим экономический календарь. Завтра будет речь главы Банка Новозеландии. Стоит обратить внимание. Затем в среду просто шквал экономических новостей. Это заявление ФОМС вечером. Решение по процентной ставке ФРС. Это пресс-конференция ФОМС. Все очень волатильные новости. В четверг еще мощнее. Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке. Пресс-конференция Швейцарского банка. Решение по процентной ставке в Британии. Протокол заседания комитета по денежной кредитной политике Британии. Затем решение процентной ставки в Евро. В Европейцаревском банке. Пресс-конференция ЕЦБ. То есть очень много новостей. Все вместе. Я думаю, будут очень волатильны. А также в пятницу у нас пресс-конференция Банка Японии. И решение по процентной ставке в России. Так что стоит обратить внимание. Как и планировалось, кстати, повышение у нас процентной ставки в России. Поэтому вполне возможно рубль опять укрепится. В прошлый раз это было. Так что запускаемся депозитами. И не пропускаем полезные новости. Всем желаю успешной торговой недели. Ставьте лайк, если интересно было. Пишите в комментариях, пользуетесь ли моими сигналами. Сколько зарабатываете. Всем желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Спасибо.